Для того, чтобы лучше понять, как работают структуры, давайте рассмотрим следующий пример. Пусть у нас есть структура point, определенная внутри заголовочного файла point.hpp. Определение метода shift этой структуры мы вынесем в cpp-файл point.cpp. Для того, чтобы файл point.cpp компилировался, то есть чтобы там было определение структуры point, мы подключим заголовочный файл point.hpp. Теперь давайте посмотрим, во что скомпилируется данный файл. Так как файл point.cpp не содержит в себе точку входа, нет никакого смысла прогонять линковщик на нем. Поэтому давайте просто скормим компилятор и посмотрим на ассемблерный код, который сгенерируется. Когда мы посмотрим на ассемблерный код, то можно легко заметить, что он состоит из одной единой секции. Данная секция соответствует методу shift, определенному файлу point.cpp. Можно посмотреть на то имя, которое компилятор сгенерировал для функции shift. И даже можно проверить, что команда c++ field, про которую мы говорили на прошлой лекции, справится с дешифрованием этого имени. То есть можно запустить команду c++ field, передать ей это имя и посмотреть, что она действительно сможет расшифровать и выдать правильную сигнатуру, которая имеет метод shift. Однако остается загадкой. А где же тот код, в который скомпилируется непосредственно определение структуры point? Оказывается, что непосредственно определение структуры не генерирует никакого кода. Для того, чтобы проверить эту догадку, давайте создадим пустой файл с решением cpp, ну, пусть будет testcpp. И добавим туда включение файла point.hpp. То есть то, что мы передадим компилятору после прохода при процессоре, будет состоять из определения структуры point, и больше ничего там не будет. Теперь посмотрим, какой код сгенерирует компилятор. Оказывается, что этот код будет состоять только из служебных символов, и никаких инструкций особенных там не будет. То есть надо хорошо понимать, что структуры существуют только на момент компиляции. Структуры определяют то, как данные адресуются в памяти, как они располагаются. Но после того, как ваш код скомпилировался, никакой информации о структурах там уже нет. Вся работа происходит на уровне копирования одного массива byte на место другого массива byte. То есть вся информация идет на уровне byte без информации о конкретных типах.